МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итак, вы смотрите телеканал Самара Гисия. В эфире программа «Хочу домой». Программа о животных, которых выбросили нерадивые владельцы. О собаках и кошках, которые были рождены под открытым небом на улице городу. И, конечно, главное, это гость студии Анастасия Агапова, владелец собак породы хаски, капитан команды по ездовому спорту «Волки на Волге». Кстати, напомню, в одной из наших программ зимой мы снимали ее с собаками. Про нее сюжет про ездовой спорт. И сейчас режиссер поставит этот видеоряд, чтобы вы понимали, о чем идет речь, и немножко напомнить, в чем суть этого сюжета. Ну и у меня вопрос. Почему волки на Волге? Добрый день! Сибирские хаски истоками идут от волков. Поэтому мы недолго думали и хотели прийти к истокам. Наши собаки – это волки. А живем мы на Волге. Отсюда и название «Волки на Волге». Настя, скажите, пожалуйста, а вот когда все-таки была идея создать команду и с чего вы начинали? Ой, ну, первое… Вообще, что, первое, давайте так, что за порода хаски? Ой, тяжело вам сказать. Порода… Ну, конечно, самый любимый вопрос. Порода интересная, порода активная, порода семейная, немного компаньон, хорошо ладит с детьми, отлично ладит со спортом и живым воздухом. Если вы активный человек, она вам точно подходит. Ну и с чего все начиналось? Это по поводу того, что вы создали свою команду? Ну, для начала, в месте, где мы гуляли, это, кстати, один из парков нашей Самары, появилась коллегия людей, у которых есть эта порода. Это было где-то, наверное, 2013-2014 год. Тогда еще породы на улицах было, это прям вот по минимуму редкость большая. Всегда мы, при виде нас, вернее, всегда все удивлялись, просили сфотографироваться. И вот так у нас человек, наверное, пять организовалось, и один из активистов сказал, а почему нет, давайте попробуем создать свою команду и поучаствовать, может быть, где-то в каких-то соревнованиях спортом заниматься. Мы, конечно, поддержали эту идею. Насколько сложный вид спорта, ездовой спорт? В целом, если вы хоть раз занимались спортом, все для вас будет весьма понятно и просто. Самое главное – желание и стремление побыть наедине с вашим четвероногим другом на воздухе, на природе. Сколько в настоящий момент у вас собак? В настоящий момент у меня две собаки, два кобеля, Вектор, Олаф, оба сибирские хаски, горячо любимые нами. Поэтому, да, пока владелец ездовых собак двух. 2010-2012 год – это, я так понимаю, ну, как я сейчас помню, это пик популярности породы хасек, и плюс еще пик популярности… Да, и маломуты тоже к этому числу относятся. И еще, наверное, все-таки это пик популярности вот этого самого ездового спорта. Это 2010-2012-2013-2014 год. Вот на… Ну, уже прошло… Уже 12 лет, время бежит. Очень, да. Прошло время, и вот сейчас, на данный момент, это увлечение, оно остается все-таки популярным, или все-таки уже какой-то интерес выравнивается? Ну, пик популярности, я думаю, был лет 5 назад, то есть вот с 2013 года фактически прям все поголовно, все, кого я знаю, за красивые глаза начали брать эту породу, и по истечению вот 5-6 лет начали понимать сложность этой породы. Вот, и сейчас я уже вижу меньше на улицах, но больше, к сожалению, в приютах эту породу. Скажите, сколько нужно времени для того, чтобы вот хаски научились бегать в упряжке? Прям слаженно бегать, ну, в зависимости, конечно, от того, какое количество собак вы хотите видеть в упряжке. Если это две собаки, и тем более они родные, как, допустим, мои, которые живут вместе, играют вместе, росли вместе, и, к слову, они еще и родственники. Вот, поэтому в целом не очень много времени. У меня есть лидирующая собака, и к ней мы уже взяли, так скажем, есть альфа и омегу. Вот, поэтому старший научился ему младшему, и нам понадобилось, ну, где-то полгода. Вот, если вы хотите создать упряжку такую, как 4-6 собак, 12, которые не живут в одной стае, то для этого вам понадобится очень много времени. В первую очередь вам понадобится время для того, чтобы сладить между собой. Очень много времени понадобится для того, чтобы гулять вместе, чтобы собаки между собой могли выставить, так скажем, свои отношения внутри стаи. И только лишь после этого вы начнете потихонечку ставить их по 2, 4, 6, вот, да, и искать, искать вот эту комбинацию грамотную, за кем идет вся стая. Потому что, по вашему мнению, это может быть одна собака, а по их мнению совершенно другая. Хорошо. Я так понимаю, что многие люди, насколько я слышал, те, которые не очень любили зиму, они вдруг с приходом, или, так сказать, когда стали заводчиками этой породы, вдруг, так сказать, неожиданно все это полюбили, да, то есть это зиму и постоянно вот эти прогулки. Сколько надо заниматься собак вот именно в день, в неделю или там в месяц, для того, чтобы держать собаку в спортивной форме? Ну, вот вы правильно сказали по поводу любви к зиме, так и есть, и в нашей семье так же произошло. До этого мы всегда сидели дома, и самое большое развлечение – это было посидеть возле телевизора. А именно с появлением этой породы зима стала любимым временем года. Появились наряды, все адресованные зиме, много курток, в общем, чего только искали, подходящее снаряжение для себя. Ну, а по времени все, конечно, зависит от сезонности. В лето, в жару свыше 18 градусов с собакой совсем не рекомендовано выходить и делать каких-то там активных развлечений. Вот, то есть свыше 18 градусов, все, чем мы ограничиваемся, это обычным выгулом, очень ранним и очень поздним, когда асфальт уже успел остыть. Что касаемо зимой, ну, здесь на что вы гораст, так скажем, сколько у вас есть свободного времени. Мое свободное время позволяло три раза в неделю, часа по четыре у нас были именно тренировки. Помимо этого, я приезжала еще на площадки для выгула собак, спасибо нашему городу, такие у нас есть. Вот, и ежедневно на площадке часа два я давала просто побегать. Вот. Спасибо большое. У меня, кстати, есть еще один вопрос, почему в последние годы так много хасок, но я думаю, пока вы будете готовиться к ответу, мы посмотрим видеовизитки. Так, предлагаю прерваться и посмотреть видеовизитки. Еще раз мы даем информацию о собаках и кошках, которых можно взять из приютов себе домой. После каждой визитки есть номера телефонов. И если вам понравилась та или иная кошка, а сегодня у нас будут две собаки, две кошки, пожалуйста, звоните и общайтесь с приютами, с представителями приютов и забирайте животное к себе домой. Кошка по кличке Кима попала в клуб около года назад, когда в одном из приютов расформировали отделение для кошек. Так здесь и живет. Первое время побаивалась выходить на публику, но через неделю освоилась. В настоящее время ей ищут своего владельца. Кошка приучена ходить в туалет исключительно в лоток. Ласковая, очень добрая, ненавязчивая, скорее больше пугливая кошечка. Вот, любит такие в меру, в меру ласки любит, в меру игр. Сейчас кошке Кима около двух с половиной лет, она стерилизована и привита. Сейчас ее пристраивают и хотят найти своего владельца, ответственного и доброго. Заберите кошку из приюта, обращаться по телефону 8-927-651-21-95. Более года назад этот черный пес попал в приют через отлов, бегал в дачном массиве с другими собаками. Зимой все больше его видели в спальном районе Новокуйбышевска. К людям не подходил. Первое время был несоциализированный, очень боялся людей, не шел вообще на контакт. Вот он у нас сидит второй год. Мы его немножко сейчас сердечко растопили. Но детей он всегда любил. А так как мы сами его не могли вывести на контакт, мы опасались подпускать его к детям. Если пока мы сами не можем общаться с собакой, как мы его другим людям дадим на общение. Вот сейчас уже все, он готов совершенно влиться куда-нибудь в семью с детьми или для пенсионеров. Он очень хорошо подойдет по размеру и по темпераменту. Через месяц после того, как к нему присмотрели, сотрудники приюта дали ему кличку Абрек. В настоящее время этот черный пес готов уйти к новому ответственному владельцу. Заберите пса домой. Его можно забрать из приюта, позвонив по телефону 8 846 231 41 00. Красивый белый кот с рыжими пятнами и нехарактерными веслоухими ушами ищет себе новый дом и личного хозяина. Обратите на него внимание и заберите его домой. Ему около двух лет от роду. Попал в приют, а затем в клуб из компании подъездных кошек. В общем-то котик ласковый, активный, если можно это заметить, игривый. Но такой не агрессивный, то есть спокойный к другим животным относится и к людям. Кастрированный, привитый. Обязательно есть ветеринарный паспорт со всеми прививками и обработками. Сотрудники клуба дали ему кличку Лакмус и когда слышит ее, сразу бежит к этому сотруднику. В настоящее время Лакмусу ищут владельца. Обратите внимание на этого кота, который уже имеет устойчивые привычки есть в определенном месте и ходить в лоток. По наблюдениям волонтеров, Лакмус очень чистоплотный. Возьмите кота домой. Обращаться по телефону 8-927-651-2195. А это собака для тех людей, у кого доброе сердце. Мало надежды у сотрудников приюта, что этого пса кто-нибудь возьмет домой, но тем не менее немного расскажем о нем. Назвали его Стив. Ему около пяти лет. Жил у старой бабушки, которая год назад ушла в мир иной. Пса привезли с плохим зрением, полуслепого, нерасчесанного, запущенного в уходе. Если у кого-то есть место в частном доме, в будке, ничего страшного, мы его отдадим. Главное, чтобы это была семья, свой хозяин. Потому что он очень привязан к человеку в силу своей инвалидности. Ему просто нужен уголок, чтобы он жил не в приюте среди ста собак, а своим хозяином. Пусть даже не единственной собакой, само собой. Но самое главное в доме. Мы его приведем в порядок, мы обещаем, отдадим его, он будет красивый. На следующей неделе мы запланировали поездку к грумеру. Обратите внимание на эту собаку. Может, найдется добрый человек, который станет ему другом и надежным хозяином. Заберите пса домой. Обращаться по телефону 8 846 231 41 00. И вот у меня вопрос, который был до видеовизиток. Почему в последние годы на улицах городов, деревень так много этой породы? К сожалению, когда мы берем породу, и я не исключение со своей семьей, взяли мы за красивые глаза. Выбор был между немецкой овчаркой и сибирскими хасками, но там все было ясно. Поэтому привезли домой кутенка с красивыми глазами. Первые годы, наверное, до двух лет собака разносит дома все. Если вы не даете активности, а мы на тот момент этого еще не знали, поэтому все будет поедено, все тапочки, стены, все, что вам кажется, что у вас красиво, собака быстренько вам это подкорректирует. Поэтому нужно быть готовыми к активности, к выгулам, к тому, что щенок должен находиться на улице достаточное количество времени. Это около 3-4 часов в день. Режим, как у ребенка, собственно, за этим нужно хорошо присмотреть. Ну и в связи с тем, что собака растет, и покусы, которые дома совершаются, в общем, достаточно уже большое имеют значение, многие люди не выдерживают. И вместо того, чтобы начать заниматься собакой и приобщить себя к спорту, конечно, делают немного другие выводы, стараются отдать куда-то, ну, или отпустить на самовыгул, мы это называем так. С чем вы больше сталкиваетесь? С самопобегом? Или все-таки вот, что хозяин, иди гуляй? Моей семье и мне повезло. Взяли собаку мы с мужем первую, но абсолютно вся семья поняла, что взяли собаку мы все. Вот. Хоть и не сильно остальные радовались, но мы взяли и собаку все вместе. Поэтому у наших родителей есть загородный дом, и в случае, если мы с мужем как-то очень заняты по работе, они берут на себя эту ответственность, за что им большое спасибо. И помимо этого у нас еще была команда, которая нас поддерживала. У нас у всех были одинаковые собаки, которые доставляли нам одинаковую радость. Поэтому мы делились, и в целом даже друг друга старались поддерживать. Если кто-то куда-то уезжал с детьми, мы брали собак друг друга к себе на какое-то время. Вот. Поэтому меня этот вопрос, слава богу, обошел стороной. А что касаемо других, ну, скорее всего, не готовы к ответственности. Часто звонят вам, как представителю, как руководителю команды, и говорят, мы вот хотим отдать собаку хавке. Да, очень часто, к сожалению, и от всех коллег я слышу эти новости, что уже ну просто некуда. Такое количество возврата, просьб забрать, мы доплатим, но только заберите. Но, конечно, это животное полноценное, которое хочет кушать, выгуливать, и твои руки просто не смогут собрать все. Они вот, опять же, убегают из-за того, что они свободолюбивые, по большей части, или из-за халатности владельцев? Я думаю, что здесь, на самом деле, в равной степени, потому что собака действительно свободолюбивая. На своих обеих собаках я уже как бы не раз сталкивалась с тем, что приезжая на поле или куда-то, я не могу их отпустить. Потому что я знаю, что звон уточки или какая-нибудь коровка мимо проходящая, они просто убегут за ней. Поэтому моей старшей собаке было 9 лет, и за 9 лет я ни разу не отпускала ее где-то в полях или еще где-то прям побегать. То есть вот без привязи, да, пожалуйста, беги. Нет, такого не было. Даже больше скажу, у родителей в доме ищут возможности. Вот открытая калитка, не дай бог, где-то какой-то кусочек солнышка видно, они стараются дать дер только так. И потом мы бегаем, мы их ищем по всей деревне. Но благо уже все знают, что это наше, поэтому просто к себе забирают, звонят, говорят, забирайте все. Вот гулял, пожалуйста. Спасибо большое за такой очень яркий ответ. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, как правильно бегать и как правильно собаку, ну, за ней каким-то увлечением. Я думаю, как раз для хасок это именно ездовой спорт, но именно летний, как называется, скит-джоринг и... Кани-кросс и байк-джоринг. И да, и байк-джоринг, да. Смотрим. Отдавая частичку любви своей собаке, все же советуем не приучать ее к малоподвижному образу жизни. Собака – это хороший стимул для того, чтобы выгуливать ее и себя, а потом заняться сначала легким бегом, а потом перейти на ступень выше, заняться ездовым спортом. Одни владельцы просто выгуливают своих собак, другие делают их с партнерами в спортивных увлечениях. Бег с собакой, пожалуй, самое популярное занятие среди владельцев. Лет 8 назад Екатерина завела бегля, а так как сама занималась спортом, решила приобщить к этому и собаку. Поначалу думала, что это суперполезно, но со временем оказалось, что к скоростным увлечениям нужно относиться с осторожностью. Если брать профессиональный спорт, не кросс, не скажу, что это полезно. Это тоже нагрузка, большая нагрузка ударная на суставы, потому что скорость вот с такими собаками – это средняя скорость 20 км в час. Бежать нужно с такой скоростью на протяжении там, ну, в среднем 5 км. Вот, поэтому это, ну, противоестественно, физиологически это неправильно. Однако, пока есть силы, бросать свое увлечение не собирается. Летом – коникросс, а зимой – скитджоринг, и выступает в этом виде программы на чемпионатах России. Несмотря на сложности в большом спорте, все же бегом с собакой советуют заняться. С точки зрения увлечения коникроссом, чтобы это не приносило вреда, советую новичкам начинать от простого к сложному, то есть заняться своей физической готовностью, постепенно, можно даже начать с ходьбы, постепенно переходя на короткие пробежки по утрам, зарядки и так далее, и постепенно увеличивая нагрузку. В течение месяца-полутора можно, я думаю, привести себя в хорошую форму. Глядя на Екатерину, болея за нее на всех соревнованиях, ее супруг Евгений Авраменко чуть больше года назад решил тоже заняться спортом с собакой – байкджорингом. Причем не стали заводить для этого породистого пса, а приобрели обыкновенного метиса или дворняжку, но все же не обычную, а норвежскую. Она официально непризнанная порода, эта линия выводилась уже порядка 50 лет, собственно, она специально выводилась для ездового спорта, все необходимые качества у них присутствуют. Они считаются самыми быстрыми и выносливыми именно для дисциплин спринтерских в ездовом спорте. Уверен, что и с нашими дворняжками можно заниматься спортом, главное подобрать скоростного пса и сделать первый шаг. Насколько сложно было начать? Ну, я на велосипеде именно катался до этого, с техникой знаком, поэтому здесь просто прицепили, так скажем, собаку, уже подготовленную, обученную, и просто стали больше скорости, больше риска. В принципе, в моем случае было не очень сложно. Начинающему надо быть готовым, что будут сильные рывки и скорости будут гораздо больше, конечно. Немало примеров, когда собаки спасают своих владельцев от депрессии и заставляют хозяевам больше двигаться. А некоторые люди кардинально меняют свой образ жизни, как это произошло с Алексеем Ситником. Это он на фотографии 8 лет назад. Я очень сильно люблю собак. Когда я завел себе первую собаку, я весил 136 килограмм. Собаки полностью перезагрузили мою жизнь, я влюбился в этот вид спорта. Сначала я собаку купил для выставок, как отдушину от работы, потом очень полюбил, узнал, что эти собаки предназначены для издового спорта, и начал потихоньку заниматься. Сначала на любительском уровне, сейчас вышел на профессиональный уровень. В 2018 году я выиграл два чемпионата России и получил мастера спорта. Чуть больше двух лет Алексей Ситник проживает под Тольятти. Переехал из Владивостока в дом, доставшийся по наследству. В 2016-м пролетал сюда на первые соревнования по ездовому спорту. Так и завлекло это увлечение. Как показывает практика, бегать можно с любой породой собаки, в том числе и беспородной. Главное сделать первый шаг и не лениться. Но если не бегать самому, то хотя бы прокатиться раз в день на велосипеде, не торопясь. Для удовольствия и здоровья своего и собаки. Вы сами-то бегаете летом и утром, рано или вечером? Да, конечно. Самое подходящее время для бега с собакой летом, наверное, где-то до 8 утра точно нужно успеть. Потому что после 8, во-первых, достаточное количество людей на наших городских улицах, потому что спортсменов у нас тоже большое количество в городе, в области. Ну и температурный режим, асфальт нагревается, нужно это учитывать. А еще лучше, если есть возможность выехать куда-то с собакой и побегать по грунту, это самое лучшее, потому что и подушечки собаки не стираются. Да, то есть полезнее бегать по проселочной дороге или по асфальту? Ну, по асфальту желательно не бегать. Тем более, если собака тащит велосипед с вами, то это совсем противопоказано. Потому что подушечки стираются. На раз вы даже не узнаете, не поймете, почему собака поджимает лапы, а это вероятнее всего именно по этой причине. А если человек захотел заняться как раз байкджоринг, да, и он ставит собаку рядом с велосипедом, у нас, кстати, был недавно совсем сюжет, как правильно приучить собаку к велосипеду. Но там все-таки, здесь же, как вы видели, все-таки стоит специфика, это потяг, это специальный поводочек. Но все-таки, с каких расстояний нужно начинать? Как это делается чисто физически, чтобы не перегрузить собаку? Здесь я посоветовала бы владельцам опираться на свои ощущения и на свой опыт. Вы когда впервые... Человек, он же едет на велосипеде. Да, да, но в любом случае, в его жизни же были первые тренировки, да, и он почувствует все. Не все это понимают, на самом деле. Чувствует, да, что начинает сбиваться там дыхалка, что становится тяжело, где-то припекает. То же самое мы можем посмотреть и по собаке. Разные бывают. Если собака хорошая, поджарая, да, и много бегала, еще ни разу не тянула велосипед, но бегала достаточно, то она может пробежать более длительное время, то есть порядка пяти километров. Если мы ставим собаку впервые, и это молодой там пес, да, то, ну, больше полутора километров вряд ли стоит в первые разы начинать. Первые разы. Понятно. Немножко, может, такой провокационный вопрос. А вот скажите, вот вы бы еще раз завели бы хаски? Только честно. Ну, с мужем мы уже на эту тему ведем дебаты давно. Но нам повезло абсолютно с нашими собаками. Старший пес. Я первый раз такое встречаю, насколько эмоционально подпитана к нам собака. Вы представляете, я сижу, смотрю сериал в своей комнате, ну, грустный сериал, плачу. Он приходит с другого конца квартиры, ложится и смотрит на меня так, ну, ну, ты чего, ну, давай переставай. А второй пес, это у нас абсолютная душка. Его любят все, он позволяет всем и все. Но при этом, при всем, эта порода собак требует огромного количества времени для дрессировки, для понятия, что с ней нужно делать. Ну, и все-таки мы решили, что следующая порода будет более покладистая. Понятно, спасибо. Ну, все равно, как бы, долгих ли жизней вашим питомцам. Как часто все-таки вы выходите на улицу, как часто вам приходится сталкиваться с бродячими собаками? Бродячих собак на улицах, конечно же, мы встречаем, но в целом я ни разу не попадала в ситуацию со своими собаками критическую, то есть там, где мне было страшно. В основном всегда это, ну, не более чем лай, вот, поэтому близко никогда ко мне не подходили, ни к собакам, никаких потасовок уж тем более не завязывалось. Все было достаточно есть, да, хотелось бы, конечно, чтобы и у этих ребят, так скажем, было свое место под головой. Над головой, вернее. Вот, и такие случаи есть. Один из недавних, это моя подруга, увидела, что животное, это так здорово дома, что ребенок приучает себя, да, быть ответственным за что-то. И не так давно они взяли собаку из приюта. Сейчас радостный пес, теперь есть у них дома. Сейчас прорабатывается законопроект Государственной Думы, я думаю, ну, еще как бы нужно для этого времени, потому что очень много проходит экспертиз, очень много, рассматривается очень много вопросов и предложений. Административные штрафы, вот как вы думаете? Ну, к сожалению, мы по-другому, наверное, и не умеем. Именно административные штрафы заставляют нас, ну, каким-то чувством... Более-менее в ходу, да, приходить. Поэтому в целом я считаю, что да, должно быть и такое, потому что люди бывают разные, кто-то более совестливый, вот, кто-то менее, вот. И чтобы не было ситуаций словесных, да, неразрешимых, есть законы, они для всех одни, да. В целом я считаю, что это все правильно. Вот в среднем, допустим, сумма штрафа, там, допустим, 500 тысяч, 2 тысячи, 5 тысяч рублей, если бы так вот сейчас гипотетически подумать об этом, сколько бы вы назначили? Вообще, приходилось вам встречаться с жестоким обращением с животными, там, кто-то бьет собаку, кто-то еще, там, кошку выкидывает и так далее? Слава богу, на моих глазах такого не было. Все, что как бы из такого я видела, это все, конечно, через интернет. К сожалению, есть такие люди, к ним попадают животные, зачастую бывает, что каким-то образом вокруг этих животных бизнес состоит. Вот, это, конечно, все очень жалко, но я думаю, что государство наше потихонечку со временем со всем разберется. И самое главное, что дети, которых мы растим и вкладываем в них правильное воспитание, это и есть наше будущее. Я думаю, что все зависит от нас, от того, как мы будем объяснять, как нужно обращаться с животным. Вот, и все будет в порядке. Нужны приюты или все-таки какой-то более радикальный? Это все, опять же, идет вопрос, прям коротко, вопрос, все-таки идут дебаты, радикальный способ это усыпление или все-таки нужны приюты? Как вы думаете? Безусловно, приюты. К таким способам, как усыпление, наверное, никогда не соглашусь и не буду готова. Я считаю, что на земле есть место всем. И, скорее, с другой стороны, я ввела бы больше законопроекты о разведении собак и большую ответственность возложила на людях, которые занимаются этим бизнесом, как продажа щенков, кому вы это продаете. Ведь сейчас есть технические устройства, такие как чипы, которые вживляют в холку собак, и можно отследить, чье это изначально животное. Да, но ведь по улицам городов бегают по самым беспризорные собаки. Ну, потихоньку таких станет меньше, если мы на первоначальном этапе утвердим проекты о том, что каждый разводчик должен всему своему выводку, так скажем, Да, заводчик. Ставить чипы, то эту собаку можно будет легко отследить, из чьих исконно рук она вышла. Поэтому со временем просто станет таких собак меньше. Большое спасибо. Ну что же, наша программа завершилась. Еще раз хочу напомнить, что все видеовизитки, которые вы сегодня видели, они размещены у нас в нашем проекте, в программе «Хочу домой» и в социальных сетях. Вы забиваете элементарно название нашего телеканала, это «Самара ГИС», и смотрите программу «Хочу домой». Если вы забыли телефон или забыли, как выглядит собака, которая вам понравилась, вы можете также поискать в меню, и вы увидите наш проект «Хочу домой» и, соответственно, выбрать эту программу, и там же вся есть информация о той собаке, которая вам понравилась. Ну и, конечно, хочу обратить внимание, делайте, пожалуйста, замечания людям, которые как-то некорректно обращаются со своими собаками или с чужими собаками. Делайте замечания и обращайтесь все-таки к общественности для того, чтобы предотвратить вот это самое жестокое обращение с животными. Ну а мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго. Пока.